друзья всем привет сегодня попробуем провести такой интересный эксперимент значит сейчас на улице минус 38 градусов вот я хочу выкатить на улицу вот эту крошку ультра катарвил ультра 4 vd вот в сером цвете вот такая вот малышка так подождите об чтобы было видно вот у нас 38 градусов на улице значит сейчас в помещении пока у нас 16 градусов значит пока у нас колясочка еще теплая значит естественного будет какая-то как-то называется температурная инерция значит пока у нас колясочка будет остывать в общем посмотрим сколько мы сможем на ней проехать как она вообще себя поведет что произойдет с механикой что произойдет с электроникой как дисплей себя поведет вот ну для примера вот на всякий случай телефон еще здесь оставлю чтобы можно было все это дело сравнить короче говоря поехали так вот снимаю без оператора сам вот кстати говоря пробег у нас сейчас ноль километров вот сейчас мы замерим насколько нам вообще хватит и по времени а ну кстати говоря время до тоже фиксируем 12 48 у нас показывает вот здесь так и на телефоне чин-чинь да что ж такое с фокусом так на телефоне 12 49 тоже у нас показывает поехали вот выкатываемся оба фуф интересно еще насколько меня хватит сейчас попробуем покатать вот мы просто по этой дорожке сейчас от начала до конца короче говоря будем по окрестностям кататься вот и испытывать нашу крошку на выносливость вот вообще запас значит температурный диапазон от минус 20 градусов для коляски вот ну соответственно часто люди спрашивают что если будет там меньше градусов вот соответственно отвечаем мы следующее что в общем при меньших температурах можно ездить но соответственно с ограничением по времени вот ну и соответственно также нужно учитывать что при минус 20 градусах да то есть вот при этой минимальной температуре конечно нужно учитывать то что запас хода вот он у нас конечно не будет равен номинальному запасу хода естественно у нас если батарея будет холодная замерзнет нее ресурс будет меньше вот но сейчас у нас аккумулятор соответственно теплый вот и ну в общем то на это расчет что у нас аккумулятор будет отстывать какое-то время вот ну соответственно нам какие-то более менее приятные показатели по запасу хода должен выдать так сейчас вот мы проехали так все трясется 300 метров всего-навсего проехали вот телефончик на всякий случай здесь пусть стоит ну просто на тот для того чтобы посмотреть как он себя поведет будет ли он вообще работать ну там буквально через 10 минут вот телефон хороший galaxy s20 свое время был флагманской моделью вот можно сейчас попробовать его запустить посмотрим да пока пока что он еще абонент пока что он еще откликается в общем пока прошло у нас буквально там три минуты получается пока что все все хорошо и проблем мы никаких не замечаем так рука устала лицо начинает обмораживать наша задача ехать 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 можно кстати говоря вот сюда вот заехать на ту площадку где мы испытывали летом еще делали сравнение с колясочкой мэйра оптимус 2 вот мы сейчас тут снегом вообще все засыпали поэтому из трактор соответственно работает поэтому мы включим режим краба развернемся и просто уедем отсюда но кстати забыл под спустить шины вот поэтому сейчас жестковато идет то есть надо было немного приспустить и по таким неровностям сейчас бы ехали бы по по приятнее вот ну очень ладно ребят я пока отключаюсь потому что я думаю что еще сама по себе камера может замерзнуть и просто наше видео на самом интересном прорвется я камеру пока за пазуху засуну вот ну и продолжу наматывать километры ну подключусь к вам возможно через несколько минут десять возможно как будет что-то интересное короче говоря я вас включу в эфир есть определенные новости значит телефон перестал у меня включаться все телефонов кирдык хотя зарядка была почти полная значит времени у нас 12 58 значит проехал я всего один километр запас хода показывает 29 километров ну то есть по сути на ну пока по крайней мере то что показывает система значит запас хода ну соответствует то есть было 30 километров один километров проехали показываю 29 пультик потихонечку остывает сейчас уже минус 18 показывает то есть он все еще теплый получается о рука мерзнет вас подождите о перчатку надел пультик остывает вот ну получается ну кстати да вот интересно что телефон уже все не абонент вот а тут у нас дисплей в общем все и скорость и все параметры время там нагрузки двигателя все отображает правильно вот кстати говоря давайте раз уж появилась у меня время с вами побеседовать может накинуть вопросики поотвечаю как-то спрашивали ну смысле не раз спрашивали но короче говоря вопрос был следующий для чего на пульте отображается нагрузка на каждый двигатель для чего вы нам вот эти токи то есть это все конечно красиво прикольно но то есть какое то имеет практическое применение вообще так же у нас фокус вообще есть у вас показывает общий ток на все моторы вот сейчас показывает 15 ампер получается не знаю мне кажется фотоаппарат замерз уже этом не фокусирует ну короче говоря вот 15 ампер в данный момент показывает то есть и теперь смотрите теперь мы переходим напрямую к емкости аккумулятора то есть если у нас аккумулятор 42 ампер часа то при нагрузке там 15 ампер получается вот мы 42 делим на 15 ну получается там примерно там 3 то может там чуть меньше да ну получается вот при нагрузке в 15 ампер мы можем проехать три часа этот аккумулятор будет держать три часа вот ну то есть вот такая вот математика вот для чего нужно видеть получается эту нагрузку ну то есть по-другому говоря можно сказать что это мгновенный расход вот на автомобилях показывается мгновенный расход вот сколько литров на километр на 100 километров расходует вот это то же самое получается так же можно очень интерпретировать вот эту цифру вот короче ладно отключаюсь значит текущие показатели у нас полтора километра и 13.02 сейчас я если честно уже не помню сколько там было самом начале времени можете в общем сами посчитать сколько времени прошло короче говоря пока отключаюсь друзья значит следующее включение значит проехали мы три километра 100 метров время 1315 остаток показывает еще 28 километров вот хорошо кстати температуру показывает 32 градуса вот кстати вот из интересного еще сегодня вот по дорогам катаясь машин очень мало обычно здесь трафик достаточно большой охота сегодня не все завелись на бензиновых мотор так что есть преимущество в таких морозах вот ну сам я если честно уже офигеваю очень сильно пальцы рук пальцы ног начинают отказывать батарея разряжена короче говорят друзья простите я больше не могу мне капец ног не чувствую рук не чувствую ладно результаты пять километров мы проехали с ними пожалуйста время сейчас 1333 значит минус 32 градуса показывает на пульте ну возможно либо потеплело либо просто еще не до конца нагрелся сам пульт значит остаток показывает 28 километров ну то есть вообще удивительный результат я думаю это связано просто с тем что ну реально аккумулятор до сих пор просто еще не успел охладиться настолько чтобы вот у него это самая емкость упала вот с одной стороны с другой стороны еще раз литий-ионные аккумуляторы сейчас устойчивы к холоду поэтому отбросьте все стереотипы катайтесь на здоровье не бойтесь холодов но берегите здоровье вот так как я вообще не надо делать ну потому что ну сейчас ну мне надо было это сделать а кто кто если не я вот кто если не я по технике давайте посмотрим крабики крабики у нас все работает здесь все рулевые механизмы все работает минут каких-то внешних скрипов лишних не слышу так снежок хрустит амортизация амортизация работает подлокотнички ну короче говоря дисплей самое интересное жк дисплей я думал ну на морозе ему капец придет ну по крайней мере у меня телефон пока не выключился он значит ну дисплей сам достаточно сильно тупил здесь отклик ну практически моментальный вот с ними пожалуйста то есть если на менюшку нажимаю раз но задержка есть небольшая но она то есть с ней с ней жить можно очень с этой задержкой меняем скорость то есть по скорости вообще не видно вот если в менюшку залазить вот какая-то ну какие-то шлейфы небольшие есть вот так что сколько времени вообще прошло 35 минут сейчас начали мы ну надо посмотреть начале видео там где-то без десяти наверно 45 минут получается катаюсь 5 километров намотал ну короче говоря на какие-то там короткие расстояния да да даже не на короткие блин да на любые расстояния просто здоровье быстрее откажет короче говоря главное следите за здоровьем в коляске будьте уверены вот именно вот в это эта машинка на морозе ну точно вас не подведет поэтому ставьте лайк никогда вот этого не говорил но говорю ребята подписывайтесь имейте совесть смотреть смотрите подписок нету давайте пальцы вверх и подписывайтесь имейте совесть давайте поддерживайте нас все до связи пока спасибо